Всем привет! Сегодня рассмотрим мою сборочку DBM-8. Я там немножечко получше ее поднастроил, так что вам еще меньше будет работы. Вот смотрите, запускаем ее на виртуальной коробочке. Ну, во-первых, загрузочное меню, без кракозябров, потому что на английском. Здесь у меня системный монитор, плюс коночки. Я легко отслеживаю, кто у меня, как говорится, и сколько кушает. Пользователь, ну, пароль у нас везде одинаковый, юзер. Я захожу сразу в версию ценамончик, потому что она мне как-то больше всех нравится. Вот посмотрите, как едят память. Программки VirtualBox и Simple Screen Recorder. Довольно-таки прилично. Но, тем не менее. Значит, что я, значит, включил в сборочку Debian? Какие программы? Какие программы? Google Chrome Browser. Программу Cherry 3. Ну, SystemBug обязательно. Тут у меня недавно опять-таки был вопрос по SystemBug. Пользователь не мог найти, где там, значит, у него находилось расписание. Здесь вот кнопочка Schedule расписание, но она обесцвеченная. Но, когда сборку запишите на жесткий диск, она будет подсвечена, и там, значит, зайдете туда, и можно будет выбрать, с какой частотой делать контрольные снимки, или вообще делать их или не делать. Виртуально коробочку, значит, поставил, значит, в сборку, значит, автоматом разработчики включают броузер несколько непривычный. Не Mozilla, а Ice Vezel. Вот у них он автоматом так и идет. Ну, посмотрите, я думаю, что от Mozilla он там немногим отличается, он даже посмотрите на внешний вид. Так. Ну, соответственно, программа для записи с экрана, значит, она у вас уже настроенная, со всеми моими настройками, то есть, практически, вот, все здесь сделано, выставлены все настройки, при которых она сразу начинает, как говорится, делать запись. Можете начать делать запись и потом в папочке, значит, посмотреть, что у вас получилось. Папочка находится, вот, папочка видео и название файлика будет автоматом 111. Дальше, естественно, значит, видеоредактор, то есть, ролики можно, значит, которые вы наснимали, склеивать, там, разрезать, удалять, там, части из роликов ненужные, различные, там, различные, там, эффекты вставлять между ними, ну, в общем, по полной программе. То есть, вот, самое такое, вот, частый, как говорится, необходимый. Иконочки поставил на русском языке, конки менеджер, значит, он находится вот здесь или вот здесь. Всегда его можете вот так вот запустить и, допустим, если вам нравятся короткие иконки, можете поставить короткие иконки, без разницы. Не нравится, вообще их отключить. Значит, хороший, значит, проигрыватель видеофайлов, смплеер, вот, тоже, значит, поставлен, все работает. То есть, в принципе, вот, на моей сборке вы уже можете сразу начать записывать видео, редактировать и просматривать. Звук вывел вот сюда. У каждого зависит от машины. Вот здесь регулируйте громкость микрофончика, вот, вот так вот. Смотрите. Это подбирается уже экспериментальным путем. Там несколько раз попробуйте, постарайтесь добиться, чтобы ваши ролики получались без шума. И в то же время, чтобы они не были очень тихими. То есть, вот, сюда включены, ну, скажем так, самые-самые необходимые программы. Погода, значит, вот, дана по Москве. Значит, практически, вот, видите, да? Причем прогноз на пять дней вперед. Как поменять город, догадаетесь, думаю. Дальше время. Настройки даты и времени. Вот, видите, выставлена Москва. Если что, разблокировали, завели пароль наш юзер. Или из списка выбрали город. Или по карте там потыкали. Значит, я просто сделал по Москве, чтобы и голова не болела. Значит, ну, выходить из сборки очень просто. Вот, я могу нажать на завершить работу. А я хочу завершить сеанс. И открыть другой рабочий стол. Потому что, вон их, посчитайте. Раз, два, там, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, там, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот, самый астетичный, рассчитанный на самые слабые машины, это, конечно, Оуконбокс. Вот этот трудяга, он будет, как говорится, и на слабых машинах работать. И, несмотря на то, что я через Санамон ставил Кайродок, как видите, он установился и сюда. Вот, иконочки вроде бы как нет, но, тем не менее. Значит, вот, иконочки появились. Меню приложений, опять-таки, можете посмотреть. Ну, допустим, давайте посмотрим, я не знаю, сюда входит, входит, либо и офис сюда входит. Видите, как хорошо все. То есть, вот, доступ вот с такой красивой менюшкой. А его родной, значит, ну, вот такой вот был всего лишь. Там у них были, значит, игры, там, менеджеры, там, приложения. Ну, довольно-таки там подробно все. Ну, те программы, которые я автоматом ставил, они автоматом сразу раз подключились и к другим рабочим столам. Единственное, здесь вот, посмотрите, с настройками, значит, звука. Ну, вроде бы, вот здесь, вроде бы, пишет. Ну, посмотрите, там, какой там, вот, встроенный, там, линейный вход, там, аналоговый. Тут вам придется поэкспериментировать. То есть, подбирать для каждого рабочего стола придется параметры звука. Вроде бы, по скрин-рекордеру, так-то, вроде бы, все нормально. Ну, опять-таки, экспериментируйте, смотрите. Вот. Завершить сеанс, пожалуйста, значит. Работу, перезагрузка. Ну, даже тут я уже и не вижу. Но нажмем сюда. На всякий случай я все-таки... А, ну, у меня же камера здесь. Ну, все нормально, да. Ну, вот. Здесь наступает полная перезагрузка. Половина оперативки занята. И так это используется и центральный процессор. Я завожу паролью, юзер. Выбираю, значит, следующую операционную систему. Я не показывал, вот, LXDE. Тоже очень легкая операционная система. Это по типу X-Face. На ноутбуках и на слабом железе. Тут вот парочка рабочих столов. Вот первый, вот второй. Смотрите сами. Оконки. Ну, тут опять надо все это... Каждый стол, естественно, под себя нужно немножечко поднастраивать. Хотя, допустим... На Кайродоке, ну, все, как говорится, изменения сохраняются. Вот видите, да? То есть тут оно все, как говорится, работает нормально. Значит, своя менюшка у них, значит, открывается вот через гусиную лапку, я называю ее. Тут тоже довольно-таки хорошее меню. Ну, такое... Меленькое. И вот, допустим, я здесь... Google Chrome почему-то даже и не вижу. А если я здесь нажму и пойду в интернет... Так, ну-ка, запустится он у нас или нет? И запустился голубчик. То есть вот еще одно преимущество Кайродок. То есть те программы, которые я на нее вывел, и менюшка, они работают нормально. Значит, напоминаю, что OpenBox, вот LXDE, гусиная лапка, собственно говоря, ну, они сделаны, скажем так, аскетически, минималистически. И поэтому, ну, скажем так, рассчитаны на слабое железо или на компьютеры, у которых мало оперативной памяти. Естественно, значит, желательно иметь оперативной памяти от 4 ГБ. Это самый лучший вариант. Но, тем не менее, как говорится, чем богаты, тем и рады. Но сейчас, слава Богу, оперативная память, особенно поставить на ноутбук или на рабочий стол дополнительно там 2 или 4 ГБ. Во-первых, и по деньгам недорого, и немного хлопот занимает. Так что рекомендую от 4 ГБ оперативки иметь и выше. При наличии желания и возможностей. Скажу честно, поставить некоторые программы на DBM мне было нелегко. Приходилось решать ряд проблем. Мне вот и Смаил здорово помогал своими, значит, видеороликами. Но я пошел абсолютно своим путем. Он там через командую строку, значит, вытворял всяческие там чудеса. Но в конце концов он поставил Simple Screen Recorder. Я просто нашел два файлика дебяновских. Сначала оставится один, потом основной. И Simple Screen Recorder нормально встает и все. Значит, интернет. Ну вот здесь, значит, видно, что, значит, дают они по стандарту. А вот посмотрите, что у меня получилось, как говорится, здесь в интернете. Значит, ну, во-первых, Dropbox, Mega, Skype и где-то, по-моему, еще и TeamViewer там где-то был. Ну, может быть, здесь он куда-то пропал. Ну, давайте посмотрим. Skype. Есть. Берете, значит, нажимаете «Я согласен». Вводите там свои пароли, имя пользователя, вперед и с песней. Dropbox. То же самое. Mega. Опять-таки, заводите имя пользователя, пароль и вперед. Если нет, вот нажимаете «У меня нет учетной записи», вперед и начинаете регистрироваться. 50 гигабайт бесплатно вам будет выдано пространство. Очень большая кладовочка. Так что, вот, операционный, вернее, рабочий стол типа LXDA, очень проличная такая тоже штучка. Так, ну что же у меня тут он пишет «Все переключить пользователю». Ну, давайте зайдем в гостевой сеанс. Не хочет, да? Ну, давайте завершим работу. И снова начнем. Я так подробно расскажу вам о рабочих столах. Значит, в чем прелесть этой системы? Значит, объясняю, что на своем железе вы можете выбрать, какой же рабочий стол у вас будет лучше всего работать. То есть, именно в зависимости от того, какая там у вас оперативная память, там, такова емкость, там, жесткого диска, какие там процессоры у вас и так далее, и так далее, и так далее. Вы сможете себе подобрать оптимальный, значит, рабочий стол. Вот мы посмотрели OpenboxMate, LXDAE, Цинамончик. Мне всегда нравился Гном. Вот Гном покажу вам. Единственная смешная причина, по которой я перескочил с Гнома на Цинамон, потому что Гном не показывает флажки страны. Вот он только буквами показывает, английская и русская. А в Цинамоне без проблем. Флаги стран, любой страны и так далее. Вот мелочь, казалось бы. Ну, и, собственно говоря, верхняя панель у Гнома, ну, я бы так сказал, недоразвитая. Значит, с панелями Мэйта, там, Цинамон и так далее, там разные стучки можно делать. А здесь не очень-то разбежишься. Хотя, вот, интерфейс Гномовский довольно-таки приличный, симпатичный. И вот, когда выводишь в режим всех значков, вот тут страница просто берете, листаете. Все значки, значит, сочно, ярко на экране. Всегда можно пробежаться по тем программам, которые у вас есть. И заскочить практически на любую из них. То есть, вот, таким вот образом. Гном вообще многим нравится. И сказать я о Гноме, собственно говоря, и плохого сказать ничего не могу, потому что система действительно красивая. Ну, все зависит, как говорится, еще и от предпочтений пользователя. Иногда буквально какой-то мелочи не хватает и уже все. Ну, выбор всегда за вами, а не за мной. Значит, тут что-то такое. Ну, понятно, настройки. Так. Перезапустить. Ну, давайте перезапустим. Вот, действительно, понимаете, вот, когда вот такое у тебя получается многообразие, тут, честно говоря, и глаза разъезжаются. Вот, запомните, что КДЕ, значит, Cool Distop Environment, крутой рабочий стол, они называют рабочий стол плазма. Вот. Для любителей КДЕ, пожалуйста. Ну, теперь, мало того, что вот вам нравится. Теперь вы еще можете проверить, а какой же из этих рабочих столов лучше всего работает с вашим конкретным компьютером. То есть, у кого-то Мэйд пойдет на Ура, у кого-то там КДЕ, у кого-то там Цинамончик, у кого-то Гном. Ну, выбирайте, пробуйте. Вот, тем и хорош, Linux и вот, Debian в частности, что они дают вам возможности выбора. И это неплохо. Ну, а вот, КДЕ-шка выглядит так. Вот у нее классическое менюшка, вот такая, значит, тут приложения, идут все приложения. Вот, можно посмотреть, там, перескочили, там, мультимедиа, там, вот, нажали, там, на видеоредактор. Я настраивал все на Цинамоне. Ну, вот, видите, оно автоматом, как говорится, все это дело переносится и на другие рабочие столы. Вот таким вот образом. Значит, ну что, вот, завершить сеанс. Не везде это, как говорится, бывает, но вот, когда есть, что завершить сеанс, гораздо приятнее, как говорится, вот, между ними, как говорится, скакать. И еще мы не смотрели, значит, сессии по умолчанию, значит, ну, это, как правило, у них крыска, X-Face. Ну, посмотрим. То есть, вот, как видите, широчайший выбор. Вон, красавчики какие. А тут даже два дока получилось. Ну, в принципе, один из доков можно будет куда-нибудь, там, или налево. Ну-ка, перейдем. Не хочет, да? Ну, поползайте, посмотрите, куда там засунуть этот еще дополнительный, как говорится, док. А так, все то же самое. Вот менюшка, значит. Значит, вот, в таком вот варианте, как говорится, с маленькими буковками. Ну, или, как говорится, вот, смотрите, не удается мне добраться до менюшки мешает вот эта вот штучка. Ну, ладно, бог с ней. Ничего страшного. А здесь появляется еще один вариант менюшки. И тут гораздо больше тут, это самое. И буквы немножечко побольше, и лучше смотрится там на фоне. Я специально тут все эти, как говорится, рабочие столы, я их не настраивал. Я настроил только немножко минт, и все. Вот, нажмем на завершить сеанс. Значит, вот такая вот идея, что благодаря вот такому большому разнообразию различных рабочих столов, вы можете подобрать под ваш компьютер, скажем так, оптимальный. То есть, оптимальный, который у вас будет нормально работать, ничего на нем не будет слетать, и так далее, и тому подобное. Поэтому, значит, ну, здесь у вас широчайшее поле для экспериментов. Единственное, значит, не забывайте никогда, значит, поясню. Так, цунамон. Цунамончик заведем. Вот только, как вы вот эту вот сборку поставите у себя на жесткий диск, вот мой вам совет сразу, вперед из песни. Раз, и создать, create new, создать новую точку отката. На виртуальной коробочке она, эта кнопочка обесцвечена. На жестком, как говорится, диске у вас, она будет подсвечена. Вот, create new сделали точку отката. И хранится эта точка отката у вас будет, как говорится, вот здесь. Показываю на реальном компьютере, на своем. Ну, сейчас. Вот файловая система. Дом. Вот она. System bug. Надо будет изобраз создать тоже. Создадите, и он создадится у вас, создастся у вас вот здесь. Без проблем. Значит, программу System bug не забывайте никогда, потому что это ваша первейшая, как говорится, палочка-воручалочка. По Cherry 3, вот такой нюанс, посмотрите. Сразу запускается. Почему? Потому что я ее засуну в папочку ETC, или там ETC, как хотите называйте. Вот. И она у вас служит, ну, скажем так, неубиваемый образец. Он там занимает, там, 12-13 мегабайт. Ну, если вы хотите какие-то внести изменения, и нажмете на сохранить, то получите вот так. Ку-ку. Не получается. Но если вы сохраните как, и сохраните, допустим, в папочке документы, сохранить, и тогда какие-нибудь там будете делать изменения, и запомните, что у вас файлик на Cherry 3 находится в папочке документы, все эти ваши изменения, которые вы будете делать, они будут сохраняться вот таким вот образом. Если что-то напротачите с файликом, всегда заскочите в Cherry 3, зайдете в директорию, значит, ETC, найдете там Cherry 3, этот файлик, он там, грубо говоря, сидит неубиваемый. Хорошая штучка, справочное руководство, все всегда под рукой. Вот таким вот образом. Значит, поэтому я вам желаю насладиться вот этой сборкой, понять всю прелесть Linux, значит, поиграться с рабочими там столами, как там вашей душе угодно. Ну, тут я их начитал вон кучу, но я показал не все, потому что некоторые классические гном, но у него другой там интерфейс. Вот мне нравится вот этот гном. На Вейланд у меня он, по-моему, не запускался. Ну и бог с ним, не запускается, так и пусть не запускается, ничего страшного, одним рабочим столом будет. Меньше. Вот проблема-то. Вот, видите, не запустился. Ну и ничего страшного. Остальные, вроде, по-моему, работают нормально. То есть, вот сборочка, значит, довольно-таки неплохая. Поэтому, значит, можете скачать, погрутить ее и на виртуальной, значит, коробочке, можете ее и на флешку там записать. Все оно пишется, работает и так далее. Значит, еще, значит, что хотел. Есть вот, недавно, значит, у меня вот один пользователь, снова там интересное написал, интересное написал сообщение. Вот я сейчас вам покажу. Человек работает очень долго с компьютером, опытный пользователь, вот, Александр Архипов. Тут он рассказывает, какой он там путь прошел, что там считает про Linux, что там про платное, бесплатное, значит, программное обеспечение. Ну, тут опять-таки, заметьте, оно бывает еще и так называемое свободное. Вот. И вот я ему, значит, написал, что, мое мнение, нужно выбирать не систему, а программы, на которых вам удобно работать. И если набор программ, которые вам, скажем так, жизненно необходимы, или которые для вас привычны, они находятся на винде, вперед и с песней. Если же, значит, вас Linux устраивает любой, там, Debian, Ubuntu, Mint, какая разница? Ну, и сидите на этой системе, коль вам нравится. А вот варианты, как у меня, перехлестные. Я держу десятку, 100 гигабайт раздела на жестком диске, только из-за одной паршивой программы, которая, там, не знаю, там, 100-200 мегабайт занимает, беттинговая программка, там, по английским скачкам. И Yumi, у него, значит, тут вообще, там, я не знаю, там, он полтора, там, или два мегабайта Yumi весит-то. Но у него на винде больше функционала. Все. Офис мне устраивает, как говорится, LibreOffice, и электронные таблицы, там, и текстовый процессор. А меня это устраивает, мне больше ничего не надо. OneNote мне не нужен, у меня есть вот файлик, Cherry 3, прекрасно хранит заметки, работает, как говорится, на двух системах, и на Linux, и на винде. То есть, я на него могу заскочить всегда в любое, как говорится, удобное для меня время. Понимаете как? То есть, вот, вам нужно определиться с набором программ, которые вы чаще всего используете. А если, допустим, у вас там по скайпу, там, ради бога, поговорили по скайпу. Ну, в общем, если большинство программ находится на Linux, ну, и в основном, сидите на Linux. Если, значит, у вас какие-то есть специфические программы, а не только на винде, ну, и переходите на винту, а можете обе системы держать. А кто, собственно говоря, вам мешает-то? И вот, значит, Александр Архипов, он снова, значит, очень такую хорошую, эту самую идею подал, что зависит не только от программ, но еще, естественно, и от железа. Значит, потому что разные конфигурации, там, у кого-то ноутбук, у кого-то рабочий десктоп, там, и у всех же все свое, и все разное. Вот. А я вам даю вот такую вот возможность, что вы можете, допустим, теперь вот этот дебян перепробовать все типы, как говорится, рабочих столов и определить, какой из них подходит лучше всего для вашего железа. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Значит, в основном, значит, целью моей было дать краткие представления, значит, о моей сборке, теперь, значит, как ее скачать. Вот смотрите, под любым моим видеороликом, их у меня уже тут штук 200, и вот под любым, всегда, значит, имеется ссылочка на мою кладовочку. Вот можете взять, вот на скидку я беру любую сейчас. Вот смотрите. вот сразу написано мой блог. Вот идете на мой блог, и вот сейчас эта дебяновская сборочка, значит, она, я забросил ее на Мегу и на Google Drive, ну, а завтра может быть заброшено на Яндекс. вот кликаете на Мегу, вот мои сборки, и вот дебянов, образ большой, около 3 гигабайт, ну, так извините, там у меня рабочих столов-то немерено, правой кнопочкой скачать, обычная загрузка, и вперед пошел. Другой вариант, Google Drive, Zibian 8, пожалуйста. Вот здесь нажимаете скачать, и загрузочка продолжит в любом случае, и загрузочка у вас в этого файлика пошла. Без проблем тоже. То есть, вот на двух кладовочках у меня сейчас, значит, расположено все это дело. Ну, значит, а файлик периодически, значит, я его там обновляю, так что, можете там раз в неделю, там, или раз в месяц заскакивать, скачивать свежую версию файлика команды и видео ctb, потому что там иногда кое-что там добавляется, кое-что убирается, вот он, 13 мегабайт, вот скачивайте без волнистой линии, вот этот, вот, скачать, обычная загрузка, вперед из песней. Если вы хотите посмотреть, какие у меня самые свежие ролики, вот, нажимаете опубликовал на YouTube, и здесь они идут, как говорится, от новых к старым. Вот, последний мой видеоролик DBA 8 сборка любопытных, сейчас вот еще этот ролик запишу, он уже будет вот здесь впереди стоять, и вот, сверху вниз, как говорится, от более свежих к более, значит, там, старым роликам. И здесь у меня их, как говорится, как видите, хватает. Вот, вот от самого первого ролика и вот, как говорится, от последнего. Выбирай, не хочу. Значит, на блоге, опять-таки, тоже, все по разделам и по группам. Есть вопрос, вот, зашли сюда, посмотрели, там, и как скачать, и как проверить, и как записать на флешку в Винде и в Линуксе, как записать флешки на жесткий диск. Все здесь, здесь по сборкам, здесь по программам, подробно очень. По LibreOffice, значит, тут я сделал, сколько же у меня тут, раз, два, там, три, четыре, пять, шесть, вон, шесть видеороликов, а то у меня там все кричали, что, ой, да, Microsoft Office это ой, а LibreOffice это ай, ничего подобного. Кстати, файлы в формате, значит, электронных таблиц в формате LibreOffice в 10 раз по размерам меньше, чем файлы электронных таблиц xlsx. Вот представьте себе, ребята в LibreOffice как работают. Ну ладно, значит, желаю вам, значит, познакомиться повнимательнее там со сборочкой, очень прошу, напишите свое мнение, что вам понравилось там, что не понравилось, вот, любопытно будет узнать ваше мнение, потому что в основном там я делал сборки и видеоролики только по ветке Linux Mint, ну там были, там еще там несколько по Манжаро там я писал, вот, а тут вот появилась, как говорится, новая хорошая тоже веточка Debian, и я, как говорится, жду ваших, как говорится, комментариев, что вы думаете по этому поводу. Ну все, желаю всем, всяческих удач и успехов, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok